Доброе утро, Республика! Как всегда, 7 часов утра на телеканале Якутия 24 НВК Саха. Мы рады приветствовать всех наших любимых телезрителей. И это Утро Якутии. Как всегда, в ближайший час оставайтесь с нами, ведь вся самая последняя интересная информация про восьмые летние игры Дети Азии, конечно же, будут у нас в эфире. Также обязательно мы встречаемся с гостями. Кстати говоря, забегая вперед, это будут гости по культурной программе, поэтому, я думаю, вы проснетесь, не только проснетесь, но и останетесь с позитивным и добрым настроением. Сегодня 5 июля, предпоследний день восьмыхлетних игр Дети Азии. По многим видам спорта уже прошли полуфинальные и финальные встречи. Установлены новые рекорды, получены достойные награды и звания. Азарт участников, подбадривающие крики болельщиков, такая спортивная атмосфера царила на стадионе Туймада. Соревнования по легкой атлетике проходили с 30 июня по 3 июля. В течение четырех дней установлено несколько рекордов. Подробнее об этом расскажут наши коллеги. Один континент, одна команда! С таким боевым настроем атлеты сборной команды «Беларусь» приступили к старту. Отбирали спортсменов в течение нескольких месяцев по результатам региональных соревнований. В финальном забеге как юноши, так и девушки снова отличились, установив рекорд дня по легкой атлетике. Я в эстафете нашей не сомневался, так как у нас были сильные пацаны за нашу команду. У меня достаточно неплохие показатели, но лучшие показатели я выдал для нашей команды на эстафете. Насчет эмоций полно радости только. Я уверен, что и вся команда тоже рада. Девчонки наши это вообще супер. Мы за них так болели. Они, конечно, показали, как нужно бегать, поставили рекорд. Вообще супер. Для многих спортсменов игр «Дети Азии» это первые старты международного уровня. Атлеты Сибирского федерального округа поделились, что эстафетный забег 4 на 400 не их конек. Однако это им не помешало проявить себя и показать достойный результат. Этот забег эстафета 4 по 400 мне очень понравился. Она, конечно, эмоциональная, но с командой мы справились. Трудности нипочем с командой. Мы, некоторые девочки, на 400 не специализируемся. Было интересно пробежаться, посоперничаться. Но тянулись за белорусскими. Хотели второе место, стали вторые. Эмоции вообще невероятные. Отбираться было сложно, правда. Тернистый путь, но это, правда, того стоило. Невероятный опыт. Просто никогда не забуду эти соревнования. Финальный день забега в эстафете 4 на 400 принимают участие спортсмены из разных сборных. Сформированы они путем жеребьевки. В командах собрались юные атлеты со всех уголков мира. Главный символ спортивных соревнований, символ мира и дружбы. Зажег сердца юных атлетов. Несмотря на языковой барьер, разный уровень физической подготовки и спортивную конкуренцию, спортсмены сплотились в одну большую дружную команду. Эстафета так и называется. Дружба. Должны быть дружелюбны, как всем. И это суть этой эстафеты. Да, это очень интересно, так как разные страны. Мы можем не понять друг друга, но все равно выиграть. Это очень круто. Медали засчитаны в общий зачет каждой сборной, чьи представители были в составе команды эстафеты дружбы. За четыре соревновательных дня участники преодолели десятки километров на дистанциях, установили личные рекорды и достигли новых вершин. Действительно, тот самый момент, когда можно выдохнуть и сказать «Они сделали это». Еще одни яркие финальные сражения прошли на ура, но уже по скалолазанию. Этот вид спорта относительно молодой в республике, и он включен в программу «Восьмых игр детей» как демонстрационный вид спорта. По инициативе главы Якутия Айсена Николаева и благодаря Фонду поддержки Олимпийцев России Федерация скалолазания России в спортивном комплексе «Дахсун» построен был скалодром международного уровня. Кому удалось покорить Олимп скалодрома быстрее, узнаем далее. Первые пять стартовых номеров, готовимся к старту. Скоростной сектор нового скалодрома высотой 15 метров еще недостаточно обкатан. Спортсмены готовятся к первому официальному восхождению. Да, мы бережем пальцы, потому что зацепки новые, все такое вот еще не облазанное, оно очень сильно стирает кожу детей, если вы видели у некоторых кровавые мозоли. То есть, ну, ну, это такое бывает, когда на новых сооружениях стренируются и соревнуются. Ну, мы к этому морально готовы. Вот у нас всегда есть пластырь с собой. Правила просты. Спортсменам нужно преодолеть абсолютно одинаковую трассу на время. Кто добрался до вершины первым, тот и победил. В финальном раунде они уже лезут на выбывание. То есть, по олимпийской системе, 1-8, 1-4 и в парной гонке. Кто быстрее, тот и получается лучше. Быстрее, выше, сильнее. Всем известный девиз очень актуален здесь и сейчас. На дистанции может произойти все, что угодно. Сорваться с трассы, обидно поскользнуться. А тот, кто проигрывает, не должен сдаваться. На последних метрах можно отыграть свои победные секунды. С каждой секундой напряжение росло. Самое интересное происходило в полуфинальной части. В четверку лучших пробились три уральца, представители сильнейшей школы России и спортсмены из Казахстана. Но Степанова так просто не сбить. Лидер команды Казахстана Роман Курасов занимается скалолазанием 8 лет. Он серебряный призер первенства Азии и чемпионата Казахстана. Ему не всегда везло, зато отметился на играх «Дети Азии». Казалось бы, к золотой медали стремительно поднимался Георгий Степанов с Урала. Но несколько сотых секунд отделили его от победы. В этом году я вообще не занял ничего на чемпионате Республики Казахстан. Но меня сюда отправили, потому что у меня лучшее время было. Среди наших. Я был, можно сказать, фаворитом. Больше ошибок допускали девушки. То зависали на пути, теряя драгоценные секунды. То не попадали в зацепку руками, сбивая скорость. Обидно, конечно, но это спорт. Трасса ошибок не прощает. За золотую медаль конкурентную борьбу вели Анастасия Попова с Урала и Мария Силкина из Сибири. Скалолазы добежали до финиша одновременно. Но все же рука Марии к заветной кнопке прикоснулась чуть быстрее. На 32 сотые секунды. В этот спорт она пришла в пять лет и достигла первого серьезного результата. На самом деле на всех этих соревнованиях у меня обычно хорошо не получалось. Я квалификации здесь никогда не пробегала. И за 9 секунд я первый раз в жизни пробежала. Сибиряки надеялись на победу Андрея Зарянова. Но в одной восьмой финала он допустил досадную ошибку. Дети тренируются в Екатеринбурге у мастеров высокого класса. Одна из них чемпион мира и Европы. По скоростному скалолазанию Ольга Бибик. Я как бы понимала, что спортсменка Маша может попасть в призы. Но то, что она золото завоюет, это для нас, конечно, даже немного неожиданно и безумно радостно. И, конечно, жаль, что скалолазание не может официально в медальный общий зачет войти. И так это был исторический момент на скоростной трассе Игр Дети Азии. Бронзовые награды получили уралец Ярослав Барышев и Арина Новицкая из Казахстана. Ну а новый скалодром позволит якутиянам выйти на совершенно новый уровень. Евгения Егорова, Георгий Григорьев. Дорогие гости и жители нашей столицы, если вы вдруг еще не успели посетить ни одно спортивное мероприятие, либо ни одно культурное мероприятие Восьмых Игр Дети Азии, то тогда наш анонс будет вам в помощь. В спорткомплексе «Дахсон» с 8 утра гости и жители Якутска сегодня могут посмотреть баталии по скалолазанию. Там же с 15 часов пройдут финальные встречи по боксу. В спорткомплексе «Стерх» в 14.00 приглашаем любителей мини-футбола. Борьба «Кураж» сегодня пройдет в 13 часов на базе Ледового дворца «Элейботур». Ну а в центре спортивной подготовки «Триумф» в 10 утра пройдут состязания по Хапсагаю. Перейдем теперь к культурной программе. С 2 часов дня концертная программа «Якутск» включает гостей, а также развлекательная программа для детей. Это мастер-классы, игры, конкурсы пройдут на площади Орженикидзе. В 19.00 концерт «Молодежный групп Дома музыкантов» пройдет на площади Друзбы. С 11.00 дня детская развлекательная программа также пройдет на Комсомольской площади. Ну а в 19.00 обязательно посетите медальную церемонию награждения по видам спорта в культурном парке. Вот и завершился этап соревнований по игре «Го» на международных спортивных играх «Дети Азии». Это, конечно же, стратегическая игра, можно сказать, интеллектуальный вид спорта. А если в шашках и шахматах можно просто многое заучить, то в «Го» важна интуиция, концентрация внимания и абстрактное мышление. Сегодня в «Го» играют и тренируются множество ребят в республике. Проводится ежегодный турнир и первенство Дальневосточного федерального округа. Для каких команд эти соревнования – лишь проверка своих сил, а кому удалось сделать сенсацию? С раннего утра начались новые партии в игру «Го». 26 участников продолжают захватывать территории на габанах. Так называются специальные игровые доски для игры шахматного типа. Это достаточно сильные ребята с высоким рейтингом, на которые мы приехали посмотреть, с ними сыграть. Ну, конечно, набраться у них опыта. В этой игре идет борьба за ресурсы. Раньше основным ресурсом была земля. «Го» отражает эту борьбу за территорию. Здесь победа или поражение на все 100% зависят от навыков, а не от случайностей. Во всем мире насчитывается около 100 миллионов любителей игры «Го». Причем 40 миллионов из них проживает в Китае. Там это игра номер один. Считается, что если ты умеешь играть в «Го», значит ты успешный человек. Два дня на каждый турнир. В парных и командных соревнованиях уже определены победители и призеры. Совсем скоро станут известны именно самых сильных игроков «Го». Очень сильный состав приехал из Москвы. Москва на этом турнире оказался фаворитом. Но в личном первенстве борьба идет не только среди московских игроков. Там хорошо себя показали игроки из Магадана, из Уральского федерального округа. Ну и очень сильную команду выставил Якутск в этом году. Стратегическую игру миру подарил Китай. Сначала она покорила Азию, сейчас покоряет Европу и объединяет все большее количество людей. Программу «Игры дети Азии» «Го» включена впервые. Мы от души хотим поблагодарить принимающую сторону за теплое гостеприимство, которое нам здесь оказывается с первого дня. Мы от души почувствовали желание нас удивить. Мы успели попробовать якутскую кухню, свежую строганину. Мы успели побывать в усадьбе музея Атласовых. Мы неожиданно открыли для себя народный парадник народа Саха и Сыр. Очки начисляются по одному за каждый свободный перекресток и за каждый захваченный камень. Побеждает тот, кто набрал больше очков. «Го» – это игра стратегическая, там надо очень много думать. Это довольно интересно. Это мой первый опыт на таких больших соревнованиях. Мне очень интересно, очень сильные противники и довольно большой опыт. Несмотря на то, что правила игры «Го» запоминаются за пять минут, она считается сложнейшей игрой в мире. Игроки разыграют четыре комплекта медалей в командном, парном турнирах и в личном турнире среди юношей и девушек. Ирина Жданова, Радамир Сергеев. Доброе утро. Я о главном к этому часу. За полгода в мероприятиях «Года семьи» приняли участие более 20 миллионов граждан. Вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание Организационного комитета по проведению в России «Года семьи», объявленного президентом. Так, всего за первое полугодие прошло более 20 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 25 миллионов человек. Также Голикова сообщила, что на выставке в форуме «Россия» Организационным комитетом будет представлен национальный проект «Семья». 6 и 7 июля Якутск с рабочим визитом посетит зампред правительства России Дмитрий Чернышенко. Он примет участие в церемонии закрытия спортивных игр «Дети Азии». В рамках поездки Дмитрий Чернышенко обсудит с главой Якутии Айсеном Николаевым вопросы соцэкономразвития региона. Также он встретится с молодежью, студентами, спортсменами и волонтерами. Освещением соревнований на играх «Дети Азии» занимаются не только крупные СМИ России и Якутии, но также и юнкоры. С началом открытия игр в Якутске был создан детский пресс-центр, в который вошли юные корреспонденты в возрасте от 12 до 17 лет с разных уголков республики. Начинающие журналисты освещают ход спортивных мероприятий, ведут репортажи, готовят дневники игр, пишут статьи и заметки о своих сверстниках-спортсменах в соцсетях. Всего в пресс-центре работают 50 человек и 13 кураторов. График работы наших янкоров, как и у нас, у взрослых людей, начинается с 9 утра. Мы идем на спортивные соревнования, все отрабатываем по 24 площадкам, все спортивные мероприятия. Те, кто пришли с улозов, это 30 детей, они живут в общежитии якутского сельхозтехникума, у них трехразовое питание. Также есть городские дети, есть иногородние дети, которые живут у своих родственников. А так 30 детей, они все проживают в общежитии якутского сельхозтехникума. Золото среди смешанных команд на играх детей Азии принесли лучники сборной Якутии. Накануне на стадионе «Юность» самые зоркие соревновались в личных и смешанных командных соревнованиях. Стрельба велась из классического лука на дистанции 60 метров. Разыграны 5 комплектов медалей. В состав сборной Якутии входит по 6 юношей и девушек. Конкуренцию им составили спортсмены из Республики Беларусь, Кыргызстана, Азербайджана, а также сборные Москвы, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В финале якутские лучники обыграли со счетом 6-2 сборную Сибирского федерального округа. Кристина Дрозд и Владимир Ким взяли золото в упорной борьбе. На самом деле выиграли уверенно. Для стрельбы из лука это на самом деле очень большой шаг. Я очень рад, что наша команда принесла в копилку медалей золото. И уверен, что стрельба из лука после этих восьмых игр детей Азии будет развиваться еще динамичнее. Потому что у нас достаточно много планов. И это инфраструктурные проекты, внедрение каких-то новых технологий в спорт. Ну и, соответственно, развитие спортсменов. Ну и тренерского состава. И мы продолжаем наше спортивное «Доброе утро». Волейбол популярен по всему миру благодаря простым правилам и увлекательности игры. Юные спортсмены в эти дни показывают все свое мастерство – выносливость, ловкость и трудолюбие. В состав сборной республики по волейболу в восьмых международных спортивных играх «Дети Азии» входят 12 спортсменов из разных районов Якутии. Как показали себя юные волейболисты, узнаем далее. Это разминка сборной Китая по волейболу. Девушкам предстоит, наверное, самый главный матч в этом турнире. Через пару часов решится, окажется ли их команда на последнем месте в турнирной таблице. Или все-таки удастся одержать хотя бы единственную победу на играх. Соперницы китаянов – сборная Казахстана. Им тоже не хочется быть в самом низу. Так что накал страстей на площадке можно было сравнивать даже с финальными схватками фаворитов. Каждая спортсменка была максимально внимательна и старалась брать даже самые сложные подачи. Но в трех периодах китаянки уступили команде из Казахстана. В волейбол я играю три года. Так как у нас опыта мало было, очень много ошибок в игре. Но мы рады, что участвовали в соревнованиях. Главное – посмотрели, как играют спортсмены из других стран. Я считаю, что за эти дни набрались большого опыта. Надеюсь, в следующий раз завоюем медали. Участницы из Китая в этот раз уезжают из Якутска без медалей. Но они по праву стали настоящими любимцами всех участников соревнований и зрителей. Я самая любимая волейбола. Играю в команде на работе. Я являюсь капитаном сборной предприятия. Я очень люблю волейбола, поэтому сегодня мне пришли поболеть, посмотреть интересную игру. Сегодня мой фаворит – это команда Китая. Они прекрасно тренировались, разминались. Видно, что они большие профессионалы. У них, скорее всего, большое будущее. Еще один матч стал настоящим украшением соревновательного дня. Сборные Якутии и Дальновосточного федерального округа боролись за пятое место. За хозяев турнира пришли поболеть сотни земляков. Еще немного. И, казалось, трибуны просто взорвутся. Сборные встречаются ежегодно. На этих играх обе команды показали сплоченность и сыгранность. Во всех периодах счет был плотный. Но удача оказалась на стороне девушек из Дальновосточного федерального округа. Именно на этих соревнованиях, наверное, эта команда показала очень серьезное сопротивление против нас. Мы увидели новых игроков у них в команде, которые очень сильно им помогли. Поэтому именно эта игра, наверное, из всех нашей команде запомнилась против них. Впереди две полуфинальные игры, где первыми встретятся команды Уральского федерального округа и Республики Узбекистан. Вторыми на площадку выйдут Сибирский федеральный округ и Республика Беларусь. Финал состоится 6 июля. Анна Васильева, Радамир Сергеев. Танцевальный спорт впервые был включен в программу вторых игр Дети Азии в далеком 2000 году. В программу восьмых игр Дети Азии вошли такие дисциплины, как брейкинг и двоеборье. Брейкинг – это уличный танец, который зародился в 70-х годах в районе Бронкс в Нью-Йорке. И с тех пор он развился до олимпийского вида спорта. За артистизмом и творчеством, а также спортивной составляющей наблюдала наша коллега Катерина Винокорова. Всего два дня на Комсомольской площади проходит соревнование танцевального спорта. По брейкингу брейкинг называют субъективным видом спорта. Здесь многое зависит от музыки, которую включает диджей. Сегодня мы узнаем, справились ли участники с волнением в незнакомой им атмосфере. Музыка, трюки, атмосфера веселья. С первого взгляда может показаться, что это и не соревнование вовсе. Но брейк-данс – это олимпийский вид спорта, который дебютирует в Париже уже через пару месяцев. Ведь танцевать в баттле – это в первую очередь соперничество один на один. И здесь оценивается не только техника. Три критерия основных – это физическое качество, оригинальность и музыкальность. Именно по этим критериям мы оцениваем. Но в целом по участникам картинка и так была ясна. Так что критерии – это просто как дополнение. Уровень сразу было видно, разница уровня. Жаль, что мало участников, но сцена, танцпол, все на уровне, все круто. Да все молодцы, не хочется никого выделять. Все хорошо себя показали, кто как смог, в каждом своем уровне, все молодцы. Выход на паркет – это во многом лотерея. Мастерство, конечно, никто не отменял, но каждый участник должен импровизировать под музыку, которую слышит впервые. Данилу из Новосибирска победа далась непросто. В начале батла он травмировал руку, но это не помешало ему стать лучшим. Брейк – это такой спорт, что ты не знаешь. Может, ты проиграешь сегодня, а завтра ты выиграешь в чистую. А послезавтра опять проиграешь в чистую. Всегда непредсказуемо. Какие планы у тебя? Да, развиваться. Через год следующую номинацию, старшую, перехожу там. Нужно постараться. И вообще развиваться до, когда вырасту, еще хочу съездить на мировые соревнования. Брейкинг вошел в программу «Игр Дети Азии» в 2022 году, которые проводились во Владивостоке. Всего будет разыграно три комплекта наград в соло и дуэтах. Ну, сегодня я выиграла одна, вот, один на один. А завтра мы танцуем с мальчиком Матвеем, он сейчас в финале тоже, вместе в два на два. То есть мальчик-девочка против мальчика и девочки. Вот так. Мне очень нравится танцевать на улице, тем более с таким видом, тут колесо обозрения видно. Мне очень нравится, вот, да, то, что еще можно дышать свежим воздухом в перерывах. В первый соревновательный день якутянам родные стены не помогли. Они не смогли пробиться в финалы. И неудивительно, несмотря на то, что иностранных участников не было, конкуренция на паркете зашкаливала. Ведь в России брейкинг активно развивается. Наши спортсмены входят в топ лучших в мире. Россия на мировом уровне является одним из лидеров. В этом году на Олимпийских играх не будут представлены российские брейкеры. Но если бы они были, они бы претендовали на первое место точно. Катерина Винокурова, Виктор Олисов, Иннокентий Соловьев. В ходе государственного визита в Китайскую Народную Республику президент Владимир Путин пригласил юных спортсменов КНР принять участие в восьмыхлетних международных играх Дети Азии. И они приехали. Пусть делегация из Китая не самая большая, они показали себя как настоящие спортсмены, стремящиеся к вершинам Олимпа. В этом году на восьмых играх Дети Азии КНР участвует всего в двух дисциплинах. Это настольный теннис и волейбол девушки. Команда приехала из провинции Хилуньдян в город Харбин. Юные волейболистки поселили в спортивной деревне. На улице плюс 30 градусов, а мы люди северяне, мы не боимся ни жары, ни холода. А вот наши друзья из КНР пришли к нам на интервью. Вот таких вот зонтах, таким образом они защищаются от солнца. Итак, давайте пообщаемся с юными спортсменами из Китая. Здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут, сколько вам лет. Я приехала из Китая. Меня зовут Фан Цюн И. Мне 15 лет. Первый раз в Якутске? Мы первый раз в Якутске. Очень рады приезду. Люди здесь очень дружелюбные. Также нам очень нравятся местные продукты. Живем в очень комфортных условиях. Как хорошо это слышать. Сколько лет вы занимаетесь волейболом? В 11 лет начала заниматься волейболом. Усердно занимаюсь третий год. Вы уже соревновались? Да, мы уже играли три партии. Еще предстоит игра. Какие успехи? Нам нужно еще много чему научиться. Приехать сюда на соревнования – это в первую очередь хороший опыт. На ваш взгляд, какая команда сильнее? Все команды очень сильные. Но мне показалось, что команда Республики Беларусь действительно очень крутые. Они находятся в отличной физической форме. Каждый игрок сильный, но хорошо работает в команде. О, какая вы высокая! Какой у вас рост? 190? У нее рост 190 сантиметров. Да, действительно, в волейбол играют. Только высокие девушки. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Фан Сюе Фей. Очень рада познакомиться с вами. Меня зовут Дая. Здравствуйте, Дая. Как настроение? Первый раз в Якутске. Настроение очень хорошее. Помимо волейбола, какой вид спорта нравится? Раньше играла в теннис. Я смотрю, вы все ходите в зонтах. Боитесь загореть? Да, здесь солнце намного ярче и активнее. По приезде не ощутили холод здесь? Да, в первый день было довольно прохладно, но погода здесь нам очень по душе. Слышали ли вы ранее о республике Саха-Якутия? К сожалению, нет. Никогда не слышала. Первый раз здесь. Тогда вы не знали, что существует народ Саха? Про национальность Саха я слышала. О, а я похожа на китаянку? Да, вы очень похожи. Как отмечает тренер, в 2023 году их школа выиграла 4 чемпионата страны. Поэтому для них большая честь дать школе право участвовать на этих играх. Участие в столь масштабных соревнованиях для них будет хорошим опытом. В Китае у наших игроков высокий рост, но когда мы приехали сюда, мы обнаружили, что наши игроки совсем невысокие. И каждая команда здесь очень сильная, есть чему у них поучиться. Также друзья из Поднебесной отмечают дружелюбие местных жителей и дорогие цены на овощи и фрукты. Люди здесь, как и погода, очень теплые. В то же время ощущение, что солнце здесь очень близко, поэтому можно сильно загореть. Мы здесь часто ходим на рынок и заметили, что овощи и фрукты действительно очень дорогие. Например, один огурец стоит 10 юаней. А в Китае на эти деньги можно купить целый пакет овощей. Но еще раз хочу отметить, что люди очень дружелюбные. Все нам стараются помочь. Мы искренне очень благодарны народу Якутии. Девушки уже сыграли три партии. Несмотря на проигрыш, не унывают. Для многих это первый выезд за границу. И даже поражение не мешает им улыбаться и с радостью изучать другой мир. Юные спортсменки уверены, за поражением непременно придет победа. Ребята, давайте пожелаем команде Китайской Народной Республики удачи в соревнованиях. Дайя Барашкова, Вадим Барашков. Замечательный сюжет, прекрасные эмоции. Я думаю, именно за ними многие спортсмены и приезжают на подобные мероприятия. Спорт, конечно, спортом, но эмоции никто не отменял. Ну а мы сейчас рады предоставить слово нашим коллегам из новостного отдела. Продолжаем говорить о главном к этому часу. Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсии работающим пенсионерам. Перерасчет выплат произведут с 1 января. Сумму индексации будут исчислять, исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, которую назначили, но не выплачивали, пока пенсионер продолжал трудовую деятельность. Учтут все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет. По оценке правительства, среднее повышение составит не менее 1300 рублей. Россия и Китай имеют большой двусторонний товарооборот и сотрудничают во всех областях, в том числе и в чувствительных сферах. Об этом заявил журналистом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что товарооборот с Китаем уже превысил 200 миллиардов долларов. Пескова также спросили, будут ли обсуждаться на переговорах с лидерами Турции и Китая сложности с платежами. «Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия, конечно же, будут затронуты», сказал пресс-секретарь президента. Творческие коллективы готовятся к закрытию восьмых спортивных игр «Дети Азии». Бригада режиссеров-постановщиков под руководством Михаила Степанова представит зрителям шоу «Мы – дети Азии, мы – дети солнца». Гостей закрытия ждет погружение в особую энергетическую атмосферу ритмов. В якутской земле танцевальные номера будут поставлены под якутскую музыку. Особенностью станет парад автомобилей, как советского времени, так и современных, а также проезд мотоциклистов. На церемонии закрытия мы постараемся сделать праздник спорта для всех наших гостей, для всего населения нашей Якутии. И завершить вот такие масштабные игры, как «Дети Азии». Честно, ничего не хочу раскрывать, но мы старались, стараемся сделать музыкальное шоу, которого не было еще в Якутии, в таких масштабах больших, на стадионном уровне. Более трех тысяч гостей из 30 стран и регионов России принимает Якутск во время игр «Дети Азии». Алгоритм перевозки пассажиров внутри столицы республики разработан таким образом, чтобы спортсмены и судьи на спортивные мероприятия прибывали без каких-либо задержек и эксцессов. Движение автотранспорта по деревне спортсменов ограничено, дороги для личного автотранспорта перекрыты, но отсюда бесперебойно отправляются по заданным маршрутам общественный транспорт. Более ста специально подготовленных к играм автобусов курсируют по заданным маршрутам. Также 40 шаттлов, 25 туристических автобусов, минивены и микроавтобусы для судей. На линии только профессиональные водители. Вообще со всеми водителями был проведен инструктаж, соблюдаем скоростной режим, высадка пассажиров только на строго отведенных местах, где нам предписано забирать пассажиров, где предписано высаживать их. Вот волонтеры очень сильно нам помогают, подсказывают в этой связи. Так что пока отработали без ЧП. На этом пока все. Хорошего дня. Дорогие наши друзья, мы напоминаем вам о том, что на площади Комсомольская города Якутска открылся культурный парк «Игр Дети Азии». На площади каждый день с 26 июня по 7 июля включительно проходят развлекательные мероприятия для детей, а также церемонии медального награждения участников игр. Ну и вечерами обычно там проходят концерты известных исполнителей. В атмосферу праздника окунулась наша коллега Катерина Винокурова. Культурный парк расположен в рамках «Игр Дети Азии» на Комсомольской площади Якутска. Каждый день для горожан и гостей столицы здесь проходит развлекательная программа. Детские развлечения, концертная площадка, соревнования. Жители республики под приятными впечатлениями. Очень нравится. Наша площадь прямо так прибыл, родилась. Столько мероприятий. Вчера от Укен приезжали, сегодня тоже будет концерт, пансаж фиеса, завтра сходим на брейкаут. В общем, тут очень живенько, приходите все. С горного Улуса приехали. Вот сын, да, специально и сын, и внучка. Вот купили билеты в Мамонтенок международный, завтра вот пойдем. А сегодня вот в парк пришли по горе. Мы приехали с Хатаса, посмотрите на это, но опоздали, к сожалению. Но все равно такое красивое все это представление, очень красивое. И выступающим нашим детям всем желаем удачи. Наш внук должен выступать по кейкбоксингу. Ух ты, наступание! Мы готовимся. Мы вчера были тут, там показывали игры наши якутские. Все такое красивое, можно посмотреть. Там еще новые аттракционы. Здесь за поощрительный приз любой желающий может выполнить одно из трех комплексов упражнений под чутким вниманием мастеров ГТО. В эти дни на Комсомольской площади также проходит межнациональный фестиваль «Этнокампус игры народов России». Здесь представлены якутские, русские, армянские, бурятские, тувинские, татарские народные игры и игры северных народов. А эти мальчишки, несмотря на свой юный возраст, демонстрируют мастерство в игре хобылык-хамыска. И с большим удовольствием научили играть в нее нас. Ну что, молодые люди сказали, что научат меня на изи. Ну-ка давайте. Что в переводе переводится как «просто», да? А действительно ли просто играть в эту игру? Просто тренировайтесь и все. Так, давайте с чего начинать? Как правильно подкидывать? Показывайте. Берешь вот так. А, сначала в ладошки, да? И нужно перевернуть потом, да? Неудобно. Микрофон пока положу. Вот так вот положу. Прямо уж так? Вот так, да? Да, вот так прямо. И подкидывать, и вот так, да, и встали. Нет, один был. Один был, все, и все не так уж плохо оказывается. Гости из Новосибирска, семейная пара Усовых в Якутии впервые. Прилетели по приглашению Дома дружбы народов. Главная цель их пребывания – обмен культурным опытом. Якутск оказался очень гостеприимным городом, здесь очень гостеприимные люди. У нас прекрасный экскурсовод, который нам показал все возможные достопримечательности. Мы были даже в пещерах, в вечной мерзлоты и царства. Не замерзли там? Замерзли под конец, но вышли и тут же согрелись теплое якутское солнышко. Фестиваль посвящен Году семьи в России, Году детства в Республике, 30-летию Ассамблеи народов Якутии проходит под слоганом «Народная игра сближает сердца». Фестиваль стартовал 29 июня на Эсехе Туймады и продолжается на Комсомольской площади Якутска. Вчера в Якутске завершился второй международный конкурс оперных певцов имени Айталины Афанасьевой Адамовой. Второй раз столица нашей республики объединяет исполнителей из разных стран на одном из ярких вокальных состязаний на востоке России. Сегодня у нас в гостях Феликс Коробов, главный дирижер Московского академического музыкального театра, народный артист России. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Феликс Павлович, расскажите, как прошел конкурс, на каком уровне? Мы знаем, что вы являлись председателем, поэтому, собственно, есть что рассказать. Во-первых, я должен всех нас поздравить. Поздравить с тем, что в нашей жизни и в жизни Якутии есть Айталина Афанасьевна Адамова, потому что это совершенно невероятный человек, мы дружим очень много лет. Знаете, люди делятся на две категории. Кто-то как машина себе все захватывает, а кто-то делится. Айталина – это тот человек, который делится. Она очень много сделала для культуры Якутии, она очень много сделала для оперного театра. И то, что она решила проводить этот конкурс для молодых исполнителей, главная задача ведь не раздать призы, не дать всем какие-то грамоты, дипломы и так далее. А главное в этом конкурсе увидеть тех, кто через какое-то время выйдет на сцену, тех, кто будет в будущем оперных театров, тем, кто будет радовать публику на протяжении многих-многих лет. Я счастлив, что у нас есть гран-при на этом конкурсе. Это солистка вашего театра Екатерина Корякина. Она действительно замечательно выступала. И то, что она уже на сцене, это большая удача и для вашего театра в том числе. Конкурс прошел очень интересно. Были сильные музыканты, сильные певцы. И, конечно, мы когда обсуждали с жюри результаты, когда мы придумывали, какие призы мы даем, в первую очередь мы думали о их будущем, о будущем этих замечательных ребят. Да, мы сейчас видим некоторые кадры с этого мероприятия. Ну, а в целом, как вы считаете, у музыкальной части нашей страны, у нас есть подрастающее поколение, да, и у нас есть будущее? Конечно, несомненно. Молодежь всегда талантливая. Самое главное – вовремя заметить, вовремя направить, вовремя поддержать, научить. И самое главное – иногда не мешать. Да, молодежь у нас талантливая, у нас очень... Я сам преподаю в Московской институте, и каждый год поступает и выпускается очень много талантливых ребят. И то, что есть такие конкурсы, не каждый может доехать до Москвы, не каждый может уехать куда-то, да. То, что они начинают жизнь здесь, в своем родном театре, со своего конкурса – это очень важно. Теперь, Алекс Павлович, а вот личный вопрос. Вы считаете, что талантами рождаются или все-таки становятся? Это такой сложный вопрос, бывает и так, и так. На самом деле, конечно, это, как говорил Евгений Владимирович Колубов, про каких-то певцов, которые говорят, боженька погладил, и все. Боженька погладил – это очень важно. Но любой талант без огранки, без возможности выйти на сцену, без поддержки педагога, без обучения, без своего собственного труда, он зарывается в землю. Все верно. Мы знаем, что вы не первый раз в Якутске, да? Что-то изменилось на сегодняшний день? Ну, вообще, может быть, в самом городе, может быть, в атмосфере, может быть, даже в театре опербалета? Вы знаете, с учетом того, что в предыдущий раз я был 12 лет тому назад, то, конечно, изменилось все, и очень много, и стал значительно лучше играть оркестр. Сам театр как-то преобразился, и, знаете, очень оптимистичная атмосфера, да? Город похорошел, в городе как-то он изменился тоже в какую-то… Я понимаю, что сейчас идут детские игры, да, игрази, и все так немножко нацелено на туристов, но тем не менее, и не в парадной части Якутск тоже, мне кажется, стал как-то радостнее. Это всегда приятно. Приятно. А каким образом вы вот как педагог вдохновляете вообще, да, артистов на новые профессиональные свершения? Есть ли у вас какой-то свой секрет? Никакого секрета, наверное, нет. Главное, чтобы с твоим учеником у тебя было взаимовыважение, потому что это твой коллега. Главное перед… Знаете, есть очень хорошая фраза, когда спрашивают обычно, в чем задача дирижера. Задача дирижера – не научить, не показать, задача дирижера – создать атмосферу, создать то состояние, когда человек сам хочет учиться. Научить знаниям невозможно. Возможно, научить желание эти знания получать. Возможно, научать, где эти знания получить, да. И, конечно, это какая-то риска между учителем и учеником, когда мы начинаем в какой-то момент говорить на одном языке. А вы как стали дирижером? Вот все-таки профессия выбрала вас или вы профессия? Нет, это была мечта детства. И мы жили в Свердловске. У меня папа режиссер, мама дирижер хора. И как-то с детства я ставил маленький пуфик перед громадными нашими книжными шкафами во всю стену и чем-то таким дирижировал. Притом не подпрыгиватель, как обычно, а тем, что звучит у меня в голове. И когда я поступил в специальную музыкальную школу Привальской консерватории, я маме сказал, что я хочу быть дирижером. На что мама сказала, у меня очень мудрая мама, она сказала, сначала добейся чего-нибудь в профессии, а потом получай второе образование на дирижение, чтобы себе не сказали, что у тебя ничего не получилось, и ты взял палочку, потому что так легче. И я закончил как фиолончелист в Московскую консерваторию, работал концертмейстером в госоркестре, в капелле Полянского, и параллельно получал второе образование дирижерское. Так что это такой целенаправленный путь. Путь поэтапный, да? Да, практически с пяти лет у меня не было других отвлекающих желаний. То есть, в принципе, все было уже преднаписано, да, заранее? Ну, наверное, да. А вы сказали, что вы были в Якутске 12 лет назад, да? А все-таки в ближайших планах есть ли какая-то, возможно, определенная программа, может быть, уже какое-то мероприятие запланировано? Ну, во-первых, это зависит, в первую очередь, от Якутска, да, от того, что я всяк открыт к любым предложениям. А 12 лет тому назад, это очень забавно, потому что 12 лет тому назад был первый якутский опен-эйр, также перед зданием театра был оперный гала-концерт громадный, и меня позвали сюда именно для того, чтобы помочь его провести. Вот, и в этом году тоже опен-эйр на улице, да. Даже мой один большой якутский друг сказал, тебе не странно, что тебя приглашают выступать только на улице. Вот. Такая закономерность. Закономерность, раз в 12 лет. Но зато я участвовал во всех опен-эйрах в Якутске, во всех двух, да. Вот. Я с удовольствием приеду, мне очень нравится здесь атмосфера, мне очень нравится здесь какая-то, понимаете, желание творчества. Это очень важно, потому что можно создать какие-то удобные, прекрасные условия, но если у людей нет желания, если нет желания научиться, если нет желания что-то сделать, это все бесполезно. Здесь вот эта творческая атмосфера, это желание есть. Ну и, конечно, эта Лина, которая совершенно невероятная, она как-то аккумулирует вокруг себя всю эту творческую энергию. Надеюсь, мы еще увидимся. Илья Павлович, мы тоже надеемся, что вы обязательно вернетесь, не через 12 лет, а как можно, ну, ближе к дате, да, но и, собственно, мы благодарим вас за ваш опыт, которым вы делитесь с нашими музыкантами, и мы надеемся, конечно, что вернетесь вы еще с новыми знаниями, возможно, с новыми людьми, и это будет все во благо творческой части нашей республики. Спасибо, удачи вам, будьте все здоровы. Спасибо. Ну, а мы возвращаемся к спортивной теме. Борьба Алыша в этом году впервые вошла в программу соревнования восьмых игр «Дети Азии» и является демонстрационным видом спорта. Алыш является кыргызским видом борьбы на поясах. Это очень захватывающее и зрелищное состязание настоящих борцов. Если на этих играх в соревнованиях примут участие не менее 10 стран, то дисциплина войдет в постоянную программу игр. Бороться с завязанными руками. Думали, такое невозможно, а нет. Добро пожаловать на соревнования по борьбе «Алыш». Алыш – это древний кыргызский национальный вид спорта. Задача борцов – свалить соперника на лопатки, не отпуская пояс. Алыш впервые представлен на играх «Дети Азии» в качестве демонстрационного вида. И чтоб он стал постоянным, требовался интерес к кыргызской борьбе со стороны спортсменов как минимум из 10 стран. И произошел невероятный поворот. Проверить свои силы в новой дисциплине решили сразу 70 юношей и девушек из 14 команд. Такого не ожидал никто. Четыре секунды. Именно столько времени понадобилось юному борцу, чтобы выиграть бой. И неудивительно, ведь решающим может оказаться любой захват. Противостояние длится всего две минуты. Однако в некоторых случаях схватка может завершиться даже досрочно. Если разница в баллах составляет 6 баллов и больше, то схватка заканчивается за техническим превосходством. А если один спортсмен бросает соперника на туше, на лопатке, то он досрочно выигрывает. Среди финалистов спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Пакистана и субъектов Российской Федерации. На сегодня Алыш развивают в более чем 80 странах мира. И уже можно быть уверенными, что на следующих играх «Дети Азии» бороться на поясах будет намного больше атлетов. А значит, схватки на ковре станут еще зрелищнее и интереснее. Ну а следующий вид спорта, о котором мы поговорим, это кикбоксинг. И неспроста. Ведь совсем недавно в спортивном комплексе Сулуз провели финальные соревнования по кикбоксингу. Напомним, что эта дисциплина была впервые включена в программу игр лишь в этом году. А сборная Якутия по кикбоксингу выиграла 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. Соревнования по кикбоксингу впервые включены в программу спортивных игр «Дети Азии». Бои проходят в разделе «Фулл контакт с лоу-киком». Это один из самых зрелищных дисциплин кикбоксинга. На соревнованиях заявлено не так много участников, но от этого уровень соревнований не сильно пострадал. Конкурентные бои проходили в каждом поединке. Юные файтеры яростно бились за каждое очко и точное попадание. Член сборной Якутии Маша Ди Гусейнов кикбоксингом занимается шестой год. Выступает в весовой категории 51 килограмм. За право выйти в финал спортсмен провел бой с москвичом. На протяжении всех трех раундов Маша Ди работал точными комбинациями. Упор делал на лоу-кике. «Ну, ног побольше, во-первых. Немного полегче поработать, чтобы хватило на все раунды. Ну и все, в принципе. А дальше комбинации, там все такое. Я понял, что лучше начать с легких ударов, чтобы под конец боя мне хватило на взрыв. Но я думаю, он начал бой слишком сильно напряженно. И поэтому к третьему раунду он сильно устал». Дома и стены помогают. Поддержать юного спортсмена приехала вся его семья. Особо волновалась и болела за любимого внука, бабушка Суда Багусейнова. «Сердце мое, вот маша дея. Мама всегда идет, папа идет. Время у меня нет. Сегодняшний день я была. Вот все мои семьи». Якутская школа кикбоксинга на высоте до финала соревнований по кикбоксингу восьмых спортивных игр. Дети Азии дошли 8 спортсменов из 10 участвующих. На всех весовых категориях заявлены якутские спортсмены. Жесткая борьба за медали. В финале «Файтеры» выложились на полную, ведь на кону стояли заветные медали восьмых спортивных игр. Эти спортсмены войдут в историю игр, как первые медалисты кикбоксинга на Детях Азии. Матвей Лобач из Сибирского федерального округа на этих соревнованиях провел два боя. В финале он встретился с якутским спортсменом. Если у его соперника к третьему раунду покинули силы, то у Матвея с каждым раундом силы и скорости как будто прибавлялись. Этот финальный бой сибирский спортсмен выиграл вне всяких сомнений. Всегда арсенал много, бегает много, тренировки по 4 часа в день, с 5 до 9 до 8. Так бывает, так что дыхалки хватает на все. Якутские бойцы очень хорошие, заряженные, ребята с характером, сразу видно. На сборах с ними стоял перед первенством России. Прям все такие плотненько работают, все красавчики. На дебютных соревнованиях по кикбоксингу восьмых спортивных игр дети Азии отличились хозяева игр. У сборной Республики Саха 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали. Якутская школа кикбоксинга уверенно доказала свое превосходство в этом виде спорта. Роман Савинов, Степан Атастыров. Таким было спортивное утро этого дня. В завершение нашего эфира позвольте напомнить вам о том, куда вы сегодня еще можете сходить вместе со своими близкими. Итак, с 8 утра все жители и гости столицы могут посмотреть баталии по скалолазанию. Там уже с 15 часов пройдут финальные встречи по боксу. В спорткомплексе «Стерх» в 14 часов мы приглашаем всех любителей мини-футбола. Борьба «Кураж» пройдет в 13 часов на базе Ледового дворца «Элейботур». Ну а в Центре спортивной подготовки «Триумф» с 10 утра пройдут состязания по Хосагаю. Перейдем теперь к культурной программе. С 2 часов нас ждет концертная программа «Якут» встречает гостей, а также развлекательная программа для детей. Мастер-классы, игры, конкурсы – все это пройдет на площади Орженкидзе. В 19 часов посетите обязательно концерт молодежных групп Дома музыкантов. Это пройдет на площади Дружбы. С 11 часов детская развлекательная программа будет также и на Комсомольской площади. В 19 часов ежедневно у нас проходит медальная церемония в культурном парке. Ну и, собственно, на этом мы завершаем наш утренний эфир. Мы желаем всем прекрасного, доброго утра, спортивного настроения. Занимайтесь спортом, любите спорт. Ну а мы не прощаемся, мы увидимся завтра в это же время на телеканале «Якутия-24» и «НВК Саха». Всем доброго утра! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!